Адресная допомога и доручение оперативным службам. Семён Шапира провёл приём грамадян у Капыли. И когда надо помогать людям. Виктория Свирская с подробязностями. Якость на экспорт молока перопроцовщики в области поширает ассортимент запотрабованный замяжой. Мы за свои собственные средства будем строить этот цех. Великий перопынок на корысть. Каля 10 тысяч детей из старичной региона отпоршнуть в школьных лагерах подчас восемьских каникул. Время 15 минут, и у нас дети в школе, значит им интересно, они приходят сюда с удовольствием. Приём грамадян провёл у Капыли старшиня Минабылваканка Мася Мён Шапира. Этот день стал отметным одразу по двух позициях. Первая на приём записалась рекордно малая колькасть человеку, сего четвёра. Другая началась со встречи, крыху поздней, чем было заплановано. Унесла свои коррективы на дворье. Виктория Свирская подрабязни. Доброе утро, уважаемые семьян-пористы. Доброе утро, участники совещания. Межтым, это ранец, а после первой снежной ночи на Урадте стало доброй для службы, отказанных за расчистку дорог и их безопасность. Операционная народа в режиме видеоконференции началась со статистики аварии и закономерного питания. Самое текавое, снег выпал не из дня на ску. Мы же в прошлом году всё отработали и договорились, что если ночью идёт снег, мы ночью поднимаем людей. Мы должны обеспечить безопасность граждан и сохранить их жизни. Этот год начался. Синоптики нас долго предупреждали, что движется циклон со снежными массами. Но мы всю эту ночь проспали. Нарада была короткой. Все аварии, которые произошли по вине дорожников, должны быть оплачены из карманов руководителей дорожных организаций, ГАИ и предрасполкомов. После начался приём граждан, спис ожидающих, звернуться до губернатора казался самым коротким, бадая за всю историю особистых встреч керавництва области с Жихарами. Усяго четыре человеки. Сиротых Юлия Мамчиц, девчина в 2007 году, отримала статус сироты и претендовала на социальное жильё. Леуновый дом не трапила. Уапошний момент я вечерга отсунулася на законных подставах. Дом распределили, я не получила из-за того, что мне, как объяснили, что передо мной людей не было. Когда я пришла узнать, мне объяснили, что обратились дети, которые... Я получила статус сироту в 2007-м, а дети получили в 2006-м, на год раньше, получается, у меня. И получается, тот ребёнок, который обратился, получил мою квартиру. Я стала 15-й уже. Выйсти для Юлии, чекать, когда будет запроектован ещё один дом. А для того, что он побудует, это не факт. И не факт, что девчина у него трапит. Сегодня на большую часть своего заработка отдаёт за жильём. Это тот случай, когда надо помогать людям. Тут ко мне разы на приёмы приходят. Некоторые приходят выбивать себе какие-то льготы, условия. Но это же беда у человека. Она на миллион рублей живёт. Получает четыре, три отдаёт за жильё. Что строится в Кополе сейчас? Ну, по программе, мы сегодня заявляем, но это решение область полкома, если будет, и Минфин должен выделять. Если будет решение такое о строительстве, опять же, социального жилья, то мы будем здесь строить. У нас вот есть очередь, это отдельная. И она сейчас формируется, эта программа, на будущий год. Пока у нас не планировалось, ну, то есть, как решить область полкома. Может быть, ей предложить где-то другую организацию, может, в связи с хвостом, прийти ей работу. И она получит ведомственное жильё какое-то там. Помогите девочке решить её проблемы. Подчас приёму звернули увагу и на отдаленность у переносном сенсе чиновников от людей. Есть керовники, которые просто отмахаются от ЖХРУ и не сбираются допомогать ему ворошенне пытанню. Хотя, звернул увагу губернатор, минавито, праца с людьми и праца для их комфорту. И есть самый промы обовязок кожного, кто займает кирующие посады. Одному с ЖХРУ Капыля Семён Шапира покидая свой номер телефона не выпадково. Вы мне время от времени звоните и говорите, что про начальника люди тут говорите и думаете. Что сделали у них? И что сделали и вам в том числе? Да, надо с людьми как-то считаться. Виктория Твирская, Андрей Кульгавый, Минщина. До зимовки готовы. Сельгаз предприятий в области перевыкнули план по наректуции кормов. Больше за 2 млн тонн зеленины на запасе или в районах на межсезонный период. Особливо радует кукурузные селы. Зелёные массы уже собрано больше за 4,5 млн тонн. А средняя вроджайность, около 300 центнеров с гектара, превышает минулогодний показчик, больше, как на треть. Таким чином, в будущем году можно различовать и нарост живёного годовли. Межтым, не глядивши на перший снег, аграры протягивают працу на палетках. При спреяльных умовах на дворе механизаторы рыхтуют глебу под будущую весновую сяубу. Молока перепроцовщики Минщины удосконаливают свои экспортные махчимости, поширают ассортимент и повышают якость продукции, какая текава замежному с пожилцу. Так, Копыльский филиал Слудского комбината по творчестве сыров, масла, сухих молочных продуктов, больше за 90% вырубов, поставляя в Россию и Казахстан. Межтым, о 2016-м годе тут планует выпускать сухую молочную суроботку за отсутностью минеральных солей. Уже есть помешкание под цех электродоялезу. Простый день почнется поставка обсталивания, якое усталиваются до конца года. Перспективный проект Меркульт окупится за год-полтора. Мы сейчас сушим 45-50%, а будем сушить 80-90%. Почему? Потому что она очень хорошо пользуется в России спросом, и она в 2-2,5 раза дороже. И идет на экспорт. Ее очень хорошо покупаете у нас. Поэтому ее используют в кондитерской промышленности, хлебопечении, пищевой промышленности. Стоимость его проекта – 1 260 000 евро. Я хочу сказать, что мы не берем ни кредиты, ни под проценты, ни по что. Мы за свои собственные средства будем строить этот цех. Велосипедист загинул под колами микроавтобусы на Ставцовщине. Здарение отбылось поздно вечер на Брэцкой трассе поблизу везки Ператоки. За рулем транспортного сродка был 36-ти годовый Кировца. Установлена и особа хвяра ДТЗ. Это 46-ти годовый жахар Ставцовского района. Узбуджена криминальная справа. Вядома, что велосипедист рухался по автомагистрали у сподорожным автомобилем на прамку. В осень – лепший час для набыця дачи. Эти дома увезцы. Правда, когда заплюшить в очи на широк сподорожных обставинах, домик в окнах и в сад погрожает перетвориться в непосильную ношу и раздражняльную абузу. Как выбрать дом мары без прикрых неприемностей и не выкинуть гроши на ветер, читайте в субботнем выпуске «Минской правды». Великий перепынок на корысть. Каля 10 тысяч детей старичной регионы отпочнуть в школьных лагерях под час восеньских каникул. Занятки по интересах, спортивные секции, тематичные мероприемства. Неполный спис того, что вучням пропонует сегодня установа адукации. Например, Заславская первая школа на час каникул перетворилась в соправданную тренировочную базу. В местную тренажерную залу приходят займаться юные спортсмены и аматеры здорового ладожития зосяго города. Не покидают макчимости подтягнуть свою физичную форму и малые. А кроме спортивных батарей, все ожидают, что могут попробовать себе и в других видах корыстных отпочинков. В зимний период мы занимаемся в тренажерном зале для поддержания и набора физической силы. Летом мы ходим на воду. Интерес, конечно, у детей есть. Но это, наверное, большинство из-за того, что есть результаты в гребне. У нас есть замечательные спортсмены, на которых они равняются и хотят, чтобы достичь таких же высот. Я люблю сюда ходить, потому что здесь всегда поддержат, помогут. Я хочу стать спортсменом и занимаюсь для себя и для того, чтобы быть сильным. Жизнь в школе не останавливается ни на минуту. В этом году на осенних каникулах у нас работает школьный оздоровительный лагерь. Десять объединений по интересам. Разновозрастные дети приходят, поэтому я думаю, что да, если они в выходные дни сейчас, время 15.00, и у нас дети в школе, значит, им интересно, они приходят сюда с удовольствием. Репортажи и эфирные виды у всех программ у любого часа доступны на сайте ctv.by и на YouTube-канале Старичного Теребачения. Заходьте, глядите и подписывайтесь. А на этом у меня все. Доброго вам настроя. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин